Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 10 декабря, рассматриваем пары австралийский и новозеландский доллар. Пары все еще продолжают расти, но с недавнего времени, похоже, начали подавать признаки исчерпания восходящего движения и приближения к вершине. Итак, давайте посмотрим подробнее. Австралийский доллар продолжил рост в рамках ожидаемого сценария и даже предварительно скорректировался до поддержки на 0.7393, откуда после отскока продолжил рост. В этом плане, предполагаем, рост состоялся, однако добраться до целевых уровней у пары, по всей видимости, сил уже не хватает. Остановка случилась в районе отметки 0.7480, откуда цена начала снижение. Тем не менее, вероятность, что цена доберется до уровня 0.7500, являющийся целевым, все еще остается, но все больше сомнений в способности цены продолжить восходящий тренд, поэтому можно сделать предположение, что котировки, скорее всего, приближаются к вершине и вскоре может начаться нисходящая коррекция. На актуальном графике сейчас цена торгуется около своих локальных максимумов, где она была остановлена в последний раз. Если у покупателей хватит сил преодолеть эту зону, то высока вероятность прохода к новым максимумам в область между текущим сопротивлением на 0.7500 и разворотным уровнем 0.7537, подтверждением текущего сценария. На начало нисходящей коррекции станет отбой и последующий возврат под уровень 0.7500 с формированием заходной формации. В этом случае ближайшей целью для нисходящего импульса может стать область между 0.7367 и 0.7336. Отмена текущего сценария состоится в случае продолжения роста цены в район выше разворотного уровня на 0.7537. Картина в новозеландском долларе похожа, но с большими отличиями. В данном случае существенного восходящего размаха цена вообще не смогла получить. После достижения локального максимума в районе отметки 0.7100 пара снизилась к поддержке на 0.7004, после чего снова попыталась развить рост, но перебить предыдущий максимум уже не удалось, что вылилось повторный возврат к поддержке на 0.7004. Пока уровень 0.7004 выступает поддержкой и сдерживает продавцов, не пуская их ниже, тем не менее динамика цены, формирующая формацию похожую на двойную вершину, подсказывает, что восходящий тренд на текущий момент может быть окончен и свое развитие может получить нисходящая коррекция. А вот на актуальном графике потенциальная возможность повторной атаки на уровень 0.7004 выступающей теперь сопротивлением все еще сохраняется, так что вполне возможно было бы ожидать роста цены к нему, в данном случае подтверждением текущего сценария станет невозможность прохода выше и последующий отскок от этого уровня, что нацелит пару уже в ближайшие целевые уровни в области между 0.6962 и 0.6924. Отмена текущего сценария состоится при продолжении роста в район выше разворотного уровня на 0.7130. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, это был мой взор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.